всем привет меня зовут алена и сегодня я буду делать осеннюю композицию и я очень люблю давать вещам вторую жизнь и сегодня я покажу как вот с такого самого простого кофейного стаканчика и кстати стаканчики можете как покупать новые но в моем случае это использованные стаканчики из-под кофе который я вымыла и по итогу мне получилась вот такая композиция в форме мороженки верхушка у нас сделана из природных материалов сегодня вам покажу как я закрепляла это все что я для этого использую но и вместо стаканчика вы можете использовать совершенно любое кашпо горшочек какую-нибудь коробочку выбирать уже вам что он больше будет нравиться поэтому если вам интересно оставайтесь смотреть своей работе я решила на этот раз использовать искусственные цветочки ягодки что-то не очень захотелось мне себе делать и да и розочки давно некуда было сунуть заказывала x aliexpress они просто ну можно сказать не очень выглядит поэтому в такой маленькой работе не будет видно их косяков конечно природные материалы и сам стаканчик все что я использовав из природных материалов вы можете видеть на своих экранах приступаем для основы я буду брать пенополистирол многие говорят это пенопласт но пусть будет одно и то же магазине написано как пенополистирол и он более плотный чем пенопласт пенопласт он больше состоит из шариков я вырезаю форму форму мороженки сверху и буду зачищать наждачной бумагой в принципе это делать и не надо но мне так спокойнее я понимаю что моя основа будет ровно и обклеивать я буду мешковины можно склеить любой ткани можно вообще не обклеивать но мне кажется с помощью мешковины у нас закроется промежутки которые будут оставаться все-таки между природными материалами и также будет более надежно все держаться да еще очень часто бывает что пенопласт от горячего клея может плавиться теперь приклеиваем стаканчик и я поленилась я не заполнила стаканчик утяжелителем не шпаклевка любым раствором можно было хотя бы камней насыпать но честное слово я этот шаг пропустила по итогу у меня получился неваляшка поэтому уделите этому большое внимание лучше потратить на это немного времени начиная все приклеивать первыми я приклеиваю свои не удавшиеся цветочки приклеиваю их равномерно кстати все природные материалы я выбирала приблизительно по размеру своих розочек чтобы у нас не с не очень сильно все выделялось и торчало вверх следующими у меня были шишки лиственницы и другие шишки которые приблизительно такого же размера как обычно я начинаю собирать любую композицию начиная самых больших элементов заканчивая самыми маленькими ну конечно желуди куда осень без желудей но самое важное обращайте большое внимание на то чтобы желудь были целы потому что если они будут треснувшие в них могу уже где-то залез жучок и потом он просто испортит вашу работу поэтому в принципе любой природный материал требует хорошей сушки я сушу на открытом воздухе где-то неделю после чего начинаю их использовать своих работах можно сушить духовке но не забудьте про духовку потому что у меня часто бывает такое что я забываю что мне там что-то сушится и по итогу моей шишки или любые другие материалы темнеет поэтому я любитель сушить на свежем воздухе клевы постепенно самые разнообразные материалы и причем стараясь заполнить каждый промежуток но если он у меня не сильно плотно закрылся я не переживаю потому что покажу чем будем дальше закрывать вот так у меня получается и как вы можете видеть маленькие пространство есть но из-за того что я делала мешковиной этого даже не видно но перед тем как вклеивать ягодки и свои пластиковые листочки я буду заполнять пространство вот такой штукой это мог с фагном знаете чисто случайно увидела в магазине такие мешочки они сделаны специально для субстрактов орхидей они есть внутри с разным наполнением но так как я люблю мох и в принципе сейчас продажи нигде толком ничего не смогла найти я купила вот такой мох мне кажется что смотреться будет здорово так что сейчас буду его приклеивать он слегка сыпется поэтому придется немножко помусорить но итог того стоит заливая пустое пространство термо клеем и с помощью пинцета приклеиваю мох за счет того что мы залили там клеем мог приклеиться и дальше он у вас осыпаться не будет таким образом я закрываю каждое пустое местечко и обязательно убирайте ниточки потому что в такой работе именно вот сейчас на этом этапе очень много ниточек клея появляется и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Приклеиваем маленькие листики, нам остается задекорировать еще и сам стаканчик. Я буду делать это рафией. И вот самая большая проблема. Пока я пыталась завязать рафию, моя неваляшка все пыталась от меня убежать. Поэтому стоять она стоит, но вот если она упадет, она переваливается на тяжелую сторону. Вот что значит полениться и не сделать утяжелитель. Приходится ловить. Срезаем лишнее и готово. Если бы это была зимняя работа, я бы обязательно еще сверху покрыла белой краской, чтобы добавить снега. Но так как у нас осень, я оставлю в таком варианте. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и конечно не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok